На ночь глядя будем делать стейки. Ночные сторисы, как Каша делает стейки. Также будем делать баклажаны на мангале. Все вам баклажаны. А Белград резко зашар. А Мася будет бухать. А я бухать. Вначале приготовляем все, ребятки. Вымали овощи, вымали стейки. Хлебушек тоже пойдет на поджарку. Хуярим, блядь, мангал. Рассказывай, почему стейки нужно обмазывать сверху маслом. Это когда на костре, чтобы решетки не пригорели, чтобы сочные были. Первым всегда нужно делать овощи, ребятки, на костре. Потому что пока угли для мяса не подошли, овощи можно вкусненько и быстренько пожарить. Прежде чем нанизывать баклажаны на шампур, нужно немножко сделать маленький надрез. Вот такой надрезик делайте, ребят. Смотрите, я просто профессор мангала. И одевайте его, чтобы потом, когда он пожарится, было легко снимать. Учитесь, пока я живой. И закидываем на мангал. Ребята, мы переворачиваем стейки. Стейки нужно переворачивать только тогда, когда он снизу покрылся корочкой, золотистой, либо немножко темненькой. Потому что это как сует мясо, не дает соком вытечь обратно. Если вы будете переворачивать недожаренный, то соки будут вытекать, и стейк не получится сочным. Учитесь, пока я живой. Я вам повторяю последний раз. Дай боженька тебе здоровья. Вот, это, вот посмотрите, это самое то, что должно быть при переворачивании стейка. Отдельно в фольгу, отдельно накладываем сливочное масло, чеснок нарезанный. Можно и целиком не чистить. Я обычно не чищу, но тут ребята сказали, что давайте чистить. И розмарин. Потом объясню, для чего. Все снимается легко, ребятки. Ближе можешь снимать. Это охуенно, Тема. Смотрите, как снимается. Что мы делаем? Мы сняли всю кожу, теперь четко. Не заболялись. Мне теперь берем и закинули его сюда. Все. Вот стейки, которые у нас остались. Все готово, короче, ребятки. Скоро покажем, как готовить рыбу.